с начнем с вами глаз согласными прошли согласный буква n начало середина и конец угин екэльцтэ, угин дундэ, угин етюстэ в конце н, н, ённэн цэктэ, впереди с точкой пишется середине слова н и конец слова как буква а сюль сходится вот она и уже с вашим будем сейчас заниматься н, точка, точка, в конце нет, а? в книге в середине без точки? не, если после нее гласная идет, она точка ставится, если после нее согласная, она без точки пишется на ран вот так, н, а, р, ан, н, да, впереди гласная сразу на ранее, сможете же? да, ага, на ранее, все сейчас будем уже повторять с гласными, я буду добавлять к ним гласные что, н, да, в начале слова, впереди, в середине одинаково, нет, здесь видите вот, вот эту деталь, я наверно не так нарисовал, вот, вот так да, не за колючка, это называется титин, корона, диадема с греческого, вот, а здесь прямо, потому что она нургона, она идет вот так, в середине слова, здесь вот так видите, ага, и вот конец, ваше сюль, а? да, точка не ставится, когда н пишется перед согласной, таких слов мало там, вот точка, перед гласной пишется точка, вот я как на ран, видите, тоже точка, а перед согласной, н, вот точка не ставится, точка не ставится точка не ставится перед согласной, вот слово, смотрите, тун, мал, тун, мал, вот, не ставится, тун, мал, туманный, тун, мал, тун, мал, тун, мал, тун, мал, неясный, темный, мутный, мутный больше переводится, мутный, не туманный, извиняюсь, осадок, тун, на, говорят, тун, на, осадок падает, тун, на, мал, видите, согласно, согласно, м, мы тоже дойдем, тун, на, мал, но в поздних текстах, начало 20 века, середине 20-го, как то писали бывшие гелюнги, они иногда, конечно, грамоту не проходили, грамматику не ставили иногда вот это, но это простительно было, потому что в каждом, ну уже в 60-70-е годы тоже знаете бывшие гелюнги, где жили, в каких селах, они вот между собой переписку ввели, лунные календари составляли, все на 100 дубичек, так, и будем теперь уже N, я сотру здесь, наверное, да, давайте, и будем сейчас с гласными, буду, сюль, хвост, сюль, ага, не букву N, так, на, На На Не Ни Ни НО Му НО НО НУ Сейчас я напишу На НЕ НИ НО НО НУ 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 НА НЕ НИ НО НУ НУ Это все в начале слова пропишется. Сейчас будем эти же слова, в середине слова тоже. На НЕ НЕ НИ НУ 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 И в конце слова. На, не, ни, но, му, нё. На, не, ни, но, му, ню, ню. На, не, ни, но. На, не, ни, но, му, ню, ню. На, в начале слова. Не, ни, а, подождите. Е, а, и, ни, му. Это, да? Ню. Ню. Вот. Нет, вот так просто. Вот так можете. Не, не как первая. Она идёт уже после слова, там уже как нургон. Она уже вот так. Вот так вот. Понятно, да? Угу. Сочетание слова, да? Ага. Но она как верхняя, одинаковая. Нет. Там корона. Там корона титым. Вот это, видите, как здесь. В середине слова она идёт прямо. Угу. Да, там дальше продолжение. В середине слова. А? Ухо вверх. А? Вот это? Ага. Сейчас я. Сейчас. Там и. Заново напишу. Но. Но. Угу. Это? 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 Угу. Да, можно и с прямой. Просто как продолжение идёт. Давайте опять. Угу. Вот так вот. Ну. Угу. 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 Ма-не-ни-мо-му-ны-ны. Ну. На-не-ни-мо-ну-ны-ны. На-не-ни-мо-ну-ны-ны. Ну, понятно же, верхний, да, чтобы видно было? У. 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 слов а это в конце слова сейчас а подожди сейчас не так извиняюсь это моя ошибка прошу прощения не потом я так сейчас будем для проверки будем слова уже писать некоторые с буквой на переписывайте по каждой унин унин эм нэ нэй эм эм нэ нэй у-у-у долга я ная уна Умма Жерди на кибитке вот эти. Бывают же верхние крыши. Унин. М. Месяца. Я буду можно сверху вниз будет писать, да? М. Н. Н. И. У. У. Н. Н. Пьет. И. Н. Дает. У. Н., Ейдет верхом уна, мырунна. У. Н. 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 Вы знаете, написание и произношение отличается. Где? Здесь? Это? Эм-не-ней. Эм-не лечит. Унин. Кибитку представляете, калмыцкую? Верхние вот эти жердочки, крыша которой состоит, называется унин. Какая? Это? Третья? У-най. Видите, вот эта четкая у. Эм-не-ней. Современно разговорный. Эг-ней. У-ну-най. У-на. Верхом ездит. У-най. Здесь черточка у. Если долгая у, то в втором случае не ставится черточка. Вот так, видите? У-най. У-най. Не, у-най не должно, не нужно, потому что... А? Не, у-най. У-най. Читается е. У-най. Вы же не будете говорить у-най-и. Неудобно. Угу. У-най. У-най. Э. А, э. Это... Э-и-э-э-э. Э-миндаранайкшкют. Мягко рядные. Они не совпадают. А-и-э в одном слове не встречаются. Нарэм. Не говорится? Ней-ран. Э-э-э. Вы проходили на том занятии. Да. А-о-у. Это уже задний рядный. Ардаранайкшкют. Слова делить. А. Начальное А. И ну. Ну добавим. А. Ну. Ану. Ану. Имя собственное. Анухатун. Это жена Голдомбошек Тухана была. Жунгарского. У. Нэн. Правда. У-нэн. О. Начальное. Здесь слово. Ниг. О-ник. Знаете, что такое же? Внимание. У-нэр. 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 У-нэр-байен. У-нэр-роткен говорит? Многодетный. Так. А вторая не. А? А вторая не. А ну. Не-не. А вторая не. Нэн. У-нэн. Нэ. У-нэн. Правда. У-нэн. У-нэн пишется. да мы за отдельным а не добавляю ну а ну и нен и нен о ник о ник нир добавляешь энер уныр ониг ониган өгі үнен правда ану имя собстыны ану хатун ны ныр нүр нүр біштіл и нүр ін эк нэг», дұрғғғғғғғғғғғғғғғғғҚұла дәріп үнннг өгіш т緘 үнніг, олигғғғғғғғғғғғғғғғғғғ үннэг і нүріптіғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғқғғ нюр запах э-не Какое слово будет? Э-не Э-не Этот Э-не О-ни-г 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 Это уже другие слова А? Нет, я просто разделяю слога Э-не 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 где и на г черточку до нее дойдем это да черточка такая как по полумесяцем конечная к ничего не изучали дойдем слова а ха какое слово будет аха аха старший старший брат старший по возрасту обращение к мужчине старшим по возрасту а ха если напишу и г ч и к ч старшая сестра или женщина старшая по возрасту унин унин правда хальму гунин истина правда дырвын унин четыре истины буддийские помните четыре истины как они были страдания противного страна вот это все дырвын унин называется по-каламски четыре истина сейчас будем учить букву писать ха иностранных слов заимствованных с тибетского санскрита древнеиндийского с русского позже после него уже стали употреблять галлик язык все стереть можно спешите перепишите тот язык ясный глаз ясные буквы ясное письмо ясный алфавит в народе и в литературе называлось монгол вечер монгольское письмо само собственное монгольское письмо в калмыцком называлось худом бичик или хучем бичик старое фарит много худом старые не нужно ставим худым кучим но они так него не горят моллую грудь бичик монгольского уйгурская письмо 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 монголу она берет уйгурской письменности уйгурская с манихейской манихейской семитской письменности уже арабская и еврейская что общее ясно общее одну она передается двумя а и долгата буквой а м жизнь а пишется амин эрк пишется арки араки русские запомнил что арака говорят же арака араку сидят курят варит эх бояться пишется а их у х 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 как же середины середин там жизнь х конца слуха х 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 ХО. ХУ. ХО. ХА. ХА. ХО. ХУ. Что? С буквой И не пишется, она КИ пишется. Сейчас после этого будем в другой вариант с мягкими. Мягкие рядные пишутся с буквой К. К тоже она двух типов, пишущая с мягкими, с гласными и с твердыми гласными. К. Вот такая она. К. А? Какая? ХА. ХА. Это в конце ХА. С конечной А. ХО. ХУ. Это К. Это ХО. ХУ. Это К. Которая вы говорите, буква И не пишется, она пишется с этой буквы. КИ. А можно уже? Угу. А сама буква ХА. Сама буква ХА. Сама буква ХА. Сама буква ХА. Она не изменяется, пишется так. она в конце не встречается. Вторая строчка где-то? А, нижняя? Хо. Хо? Тоже в конце. Это ху. В конце слова. Да, в конце слова. Натху. Надо ху. Натх. Натх играть. Ху. Да, это буква только, да. С мягкими гласными только сочетается к. Да. Если мы современно можем говорить хэн, то в тот обе чек она пишется хонин. Хонь. Хонина фамилия эта. Так, к. Х. А? Она не отличается же, она одинаково пишется везде. В конце только она не пишется. Ир хэ. Мы говорим, пишем хэ в конце, да. А в тот обе чек будет писать ирэ кэ. Так, кэ. 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 Вот так круг. Кэ. Это гэ. Кэ. Почему я пишу после хэ? Потому что она передний ряд, они сочетаются с буквой кэ. А. Кэ. Theatre. Хэ. Кэ. Они вместе учатся. Кэ. 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 Ки, кы, кы. Так, и в конце слово. Ке. Э же не делится в конце, она как бы не меняется. Э, помните? Ке. Ки. Тоже самое. К. К. Круглое оно. А я только включаю или в конце слово? Угу. Вторая справа, ке, да? Вторая справа. Это? К. В конце тоже в конце. Да, в конце, но они одинаково пишутся. Не отличаются. Угу. Да, сейчас здесь слава напишу. Ха. Ху. Понятно? Писал? Тревовато, что ли, немножко. Ха. Ху. Бу-ха-х. Стрелять. Ха. В середине оно пишется вот так же. Ха. Ха. Оно в конце не пишется. Да, одинаково. Просто в начале оно, видите, вот это, элемент. Ти-тын, корона, который идет. А в конце... Ха-ху. Стрелять. НО-ХОЙ. В середине слова встречается, видите? Я юмиле. НО-ХОЙ. НО-ХА. Собака. Пишется НО-ХОЙ. НО-ХО-НИН. ХЁН. ОВЦА. Почему у нас фамилия Ханинов? Почему они по современному неразговору Хёнов нет? Потому что писали, давали так. ЛА, мы сейчас смотрели астрологию. Какая буква? Это? Нет. Верхняя? А, здесь это стерто блеск, что ли, да? Ха-хэ, бу-ха-хэ. Стрелять. Ха-ху. Ага. Ха-ху. Ха-ху. Какие? А, современном. Ха-хэ. Ха-хэ. НО-ХА. НО-ХА. ХЮН. Своей стороной я буду сейчас К писать примеры. Какой К? И на сюжетах не? Ой. Жегна. Ага. Т от тяжёлой. Хелё. Хе-хэ. 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 Не. Хе-хы-хы. НО-ХА. 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 Хи-хы. Чё? Кёку. К... Лен. Келин. Yazок. Келин. Келин. Кю... Кю. Кю-кю. Кю. Кю... Ней. Я пишу так, как здесь написано, через «э». В нашем современном «кельн». Вот я пишу здесь. Через «е» не пишется, но «е» нет уже, она же как бы… Все через «э» пишется, повторяется. Оборотную «е». Сюда, да? Так, видно? Вам видно с этой стороны? Хорошо. Сейчас пойду я намочу. А? Какуевы, да? Нет, кикеевы. Синий. Кикеевы синий. Кокуевы от слова «коку». Кикенова от слова «кк». Это только да, такой вариант. А? Неминов? Неминов? Немя. Немя имя. Так. Все переписали? Пишите еще? Хорошо. Потом будем уже слова писать тоже. С буквой «х». Мы еще напишем. Хан. Хан. Правитель. Пишется долгое. Хан. Вот эта черточка после «ха». Долгота. Хан. Хан. Здесь что-то я смотрю. Пишется долгое «хан». Чингисхан. Например. Хан. Хан. Современный «хан». Ну, вот это «хвост» одинаковый пишется. Ну, по смыслу оно другое. Хаг. Солончак. Хаг. Солончак. Солончак. Хаг. Солончак. Хаг. Солончак. Хаг. Хаг. Еще и перхоть. Хоб. Хов. Вы знаете, что такое, да? Хоб. Хов. Сплетник. Хов. 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 Ховче. Сплетник. Ховшир. Сплетник. Слухи. Так. Хов. 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 Долгое О. Долгое О. Долгое О так пишется. Хо. 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 Красивый. Прекрасный. Хо. Хо Цаган. Хо Шар. Говорят же. Хо. 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 Давайте. Со смыслом к нему. Хо. Хо Цаған. Хо Шар. Хо Шар. Хо Шар. Көкін. Хо Цаған. Көкін. Говорят же. Хо Шар бері. Хо Шар. Хо Цаған. Хо. Хо. Сын слова будем. Кө. Кө. Кто. Да? Көн. Кө. 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 Мелодия. Көг. Мелодия. Звук. Звук. К. Ой, КГ. 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 Ке. Ке знаете, что такое? Красивый. Нет. Ке. Ке ся хан тоже говорят же. Ке. Ке. А? Хо. 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 Ну, Хо цаган тоже. Это имеется в лицу. А Ке это нарядный больше. Нарядный. Ке эрдык. Ке эмсык. Говорят же. Ну, это... А? Это не айс. Кег. Ну, и айс тоже. Кег это мелодия. Кег джим музыка. Кег мелодия, звук. Когда настраивают дамбрулю, гитара говорит кег урл ха. Мелодию звук настроить. Ну, и такое очень популярное калмыцкое слово. Кер. 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 Хвастун, да? Переводится. Хвастун. А? Хоп. Хол. Сплетни, значит. И... Есть слово просто... Кер. Здесь долгое. Кер. 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 А здесь кер. Переводится как... Кер цасан. Сугроб. 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 Вот сегодняшний монах. Какие пишут... Какое слово у вас? Кен. Кы. Кык. Ке. Хан. Хан. Хак. Хоп. Кыр. Кыр. Хо. Кы. Кы. Чёрточка. Я тоже слышу. Это? Чёрточка долгота. Она к этой выносит. Ке. Чёрточка соля. Вот и чёрточка. Это долгота, значит. Ке. Кы. Копоть. Ну и напоследок сказать, что... Тодубичек распространилась 1648 года. За и пандита. Уже когда наши предки-калмыки двинулись в сторону России, в это время они пользовались ещё старомонгольским письмом. Вот как ужас. Монгол-бичек, худым-бичек, монголу-югручим-бичек. И после, когда уже за и пандита приезжал сюда, ближе, в калмыцкое, в Тургутское ханство, он распространял и буддизм, и письменность свою. В прошлые века, тогда, когда калмыцкое ханство было, оно тесные связи имело с джунгарским ханством. Сейчас на территории Джунгарии, Синьцзяня, Казахстана, Монголии западной. Было такое мощное государство, кочевое. Последнее кочевое государство – джунгарское ханство. Ну иногда некоторые учёные пишут, говорят, что калмыцкое ханство было периферией самого джунгарского ханства. Потому что культура одна, язык один. Династийные браки были полностью традиционны тогда. Письменность эта распространялась и у тех народов, которые подпали в подчинение, вассалами были джунгарского ханства. Это нынешние алтайцы, белые калмыки, их называют, ойроты. Они были подданы джунгарскому ханству. И до сих пор у них, как бы сказать, мифологема такая мифическая страна, ойроте. И она до 1949 года называлась Ойротская ССР. Там было официальное письмо, то дубичик тоже пользовались. И потом в 1949 году, когда калмыкию ликвидировали в 1943-м, после этого решили разделить эти народы и их назвали алтайцами. А так горно-алтайская столица называлась Ойрот Тура. И это письмо, тоже этим письмом пользовались наши любимые братья Хакасы. Да, предки. Когда даже есть это подтверждение фотографии, ой, рукописи, письма в архиве, они писали, подданство просили России и писали письмо на туду-бючик и на калмыцком языке. Также... Нет, они на калмыцком языке писали. Потому что калмыцкий язык у них был в то время был как бы языком международного значения в этой территории, в Азии, в Центральной Азии. Также вот эти казахи, Казахстан, тоже Аблай-хан их знаменитый, который сейчас они воспевают, вот так культ личности сделали его. Он тоже писал письмо на калмыцком языке китайскому императору и Екатерине Второй. Он даже больше. В нем было больше, даже он культуру впитал калмыцкую, чем казахскую. Он, говорят, думал на калмыцком языке. Он, что он был в почетном плену. У него была жена, калмыцка. И говорят даже, что он говорил на калмыцком больше, чем на казахском. И вот они тоже письма писали, тоже дело... Не, навряд ли. Дело производства было, велось все на калмыцком языке. На Тудупичек. Потому что китайскому императору они писали. Тюркские языки, наверное, они не знали, а арабец. И они писали посредством калмыцкого языка. Потому что переводчики у них были в департаменте иностранного. сношения. Также вот сейчас наскальные надписи находятся в Средней Азии. В Казахстане очень много наскальных надписей. На Тудупичек. Наши журналисты к 400-летию вхождения калмыков в Россию делали передачу о калмыках, о Байратах. И журналистка сказала, вот когда показывалась наскальные надписи, говорит, когда калмыки шли на Волгу, они тут останавливались, рисовали и молились. Что они не соответствуют действительности. Так как территория была джунгарского ханства. Где хотели, они там и писали. Также на Алтае тоже встречается. Омани под Мехум. Тоже на Тудупичек. Ну и тоже в Хакасии, в Красноярске. Много где встречается, где территория была ближе к джунгарскому ханству. В Киргизии очень много наскальных надписей калмыцких. Ну, алтайцы, для них это чуждо было. Чуждая была культура монгольская. Просто они потом влились, очень близко сближались посредством через культуру, через письменность. Эти языки тюркский и монгольский, они разделились очень давно. Институт восточных рукописей Академии наук. Там вот хранится около 400 с лишним рукописей калмыцких. Самые-самые такие эти рукописи. История Габан-Шараба, история Батр-Хунтайджи, закона уложения от великой Цаджимбичи, которая тоже хранится там. А это не сам учился там? А это не учился там? Ну, что-то оцифрованное, что-то нет. В основном не оцифрованное. Потому что это в 19 веке у нас ученые русские ездили. До Монголии далеко, они ездили в Калмыкию. Следующее занятие будет у нас вторник, пятница, вторник, 18-го. Монголии. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok